привет с вами леонид вандерфото и сегодня я хочу рассказать вам про намотки что такое намотки кто их делает почему их делает и как вас немножко в лабораториях обманывают поехали у меня на столе куча куча разные кинопленки да да именно кинопленки вот таких вот круглых банках запечатанных то есть они там заделаны специальным там скотчем чтобы показать что их никто не открывал они используются для съемок кино вот это все у меня на столе просрочка сейчас кодек выпускает новую новые такие бобины но не все из тех что увидите здесь это скорее всего только будет vision там 500t и еще пару вариантов их можно найти в продаже даже в россии они прям новые в бобинах но найти сложно но можно вот дальше идет к там разные разная пленка просрочена на энное количество лет кстати скажу по секрету что на самих банках не написано какой срок годности это очень странно я постоянно пытаюсь понять может быть здесь какие-то числовые коды которые надо вычислить чтобы понять дату производства но вот чисто даты производства нету как ты вот не ищи и важный момент что везде у них проявка по процессу и cn2 как это все появилось в россии почему стали использовать значит когда у нас во время пандемии даже до пандемии еще период начал начались перебои с поставками пленки и цены стали сильно расти все стали думать ну как бы как бы сэкономить и ты подумали давайте-ка мы будем покупать вот такие вот бобины с кинопленкой там такой огромный ну рулон до 122 там метра что ли вот до 122 метра давайте их разматывать разрезать и запихивать в катушке то есть катушки вот вы сдали пленку на проявку появилась пустая катушка да то есть вы ее не забираете вы думаете что лабораторию выкидывает на самом деле они хранят ее в ящиках ну во-первых мы ее можно намотать что угодно там зачем выкидывать товар который можно продать реально продать и кстати цена на вот эти вот пустые катушки за год наверное выросла раз так в пять серьезно это сейчас супер такая дефицитная вещь я сам покупаю их за очень дорого и так у нас есть катушка у нас есть бобина то есть ты там в темноте в красной там комнате разрезаешь вот все запихиваешь это в катушке у тебя получается кинопленка в катушке все максимально просто и это стали делать в россии прям каких-то диких масштабах но процессы и цен 2 а и цен 2 никто не проявлял на тот момент и начали раз лаборатории 234 в итоге сейчас москве там три лаборатории проявляет и цен 2 остальные относят в эти три ну то есть ты приходишь к лабу говоришь вы проявляете цен 2 они говорят да конечно проявляем на самом деле вы отдаете им они просто относят к другим проявляют и потом сами сканируют ну зарабатывают условно денег на скане но при этом они сами не проявляют я цен 2 и понимаете чтобы проявлять ну как бы что какой-то процесс проявки любой даже цветной нужно нужен большой поток пленки как бы не будет вот сколько таких пленок и цен 2 принесут маленькую лабораторию чистых прудах допустим ну 10 20 30 в день невыгодно проявлять они просто отнесут в другую лабу и там им проявят и они скажут это вы сделали это обман номер один то есть вот мы в андерфот сразу говорим типа ребята у нас вообще нет лаборатории мы у партнеров появляемся мы отнесем это в лабу и нам это проявят вот так мы говорим просто ну мы сделаем это за вас то есть если вам удобнее приезжать к нам на маленькую рощу ну почему нет да то есть каждому свое вот но давайте вернемся кинопленки значит и в россии стали все делать кинопленку в намотках и стали позиционировать ее как свою собственную пленку вот это самый важный момент обмана просто меня на самом деле постоянно начинает бесить это что многие приходят и говорят мы купили пленку которая называется вот так то по названию магазина это их их пленка которую они произвели стоп алё никто ничего не производит новую пленку не производит никто стоп но кроме кодека да и фуджи то есть нет новых пленок которые кто-то произвел все пленки что сейчас будет позиционироваться как новые это намотки то есть запомните это просто пленка который перемотали из бобины и назвали ее своим именем нету пленки вандерфото нас есть пленка вандерфильм давайте на примере нашего магазина вандерфильм вы же понимаете все что мы не произвели пленку мы взяли какую-то бобину ну нарезали ее сделали тест вы получили какой-то результат и назвали ее вандерфильм и тираж этой пленки всего 100 штук это очень важно потому что например следующий раз ко мне приедет вот у меня вот эта пленка все все ее беру в руки вот она у меня называется истман xrp xr 50d ну в общем 50d в следующий раз когда ко мне приедет такая же пленка 50d я не смогу ее назвать вандерфильм я смогу назвать вандерфильм 2.0 или у меня закончится тот вандерфильм я добавлю этот поменяю фотографии потому что она по-другому хранилась и у нее другой срок вообще другой срок производства она могла быть там подзасвеченный рентгеном когда ехала и так далее то есть каждая партия каждая бобина это разная партия не могут быть две одинаковые бобины одинаковыми да то есть есть только если они не лежали у одного человека в одном холодильнике и так далее вот поэтому если вы видите пленку вандерфильм вы должны понимать что это всего лишь там 80 тюре 100 катушек пленки и больше таких никогда не будет с таким эффектом а следующие будет выглядеть совершенно по-другому и когда какие-то магазины пишут это наша фирменная пленка и у нас их там тысяча катушек это невозможно особенно если мы говорим о просроченные кинопленки потому что ну во первых вряд ли они нашли 10 одинаковых просроченных бобин но окей даже если они нашли столько намотали столько а через два года продают это же пленку и говорят что это то же самое ну блин но не может такого быть то есть они просто поленились заказали другую партию поленились ее переименовать или сделать там новый тест я не знаю почему но есть конечно новая пленка то есть 500t кодек 500t это новая вот когда ты называешь свою пленку если бы я назвал вандерфильм 500t все бы поняли они намотали новый 500t и понятно что она вся новая и можно хоть миллион партий таких продать ничего не изменится да потому что но она новая всегда результат плюс-минус да он одинаковый но в остальных случаях это неправда запомните то есть у вас есть много производителей пленки которые сейчас ее делают и в моих моих распаковках очень часто вы видите какие-то новые пленки нет это все намотки там давайте по иностранным пройдемся синистил что такое синистил это кинопленка это кинопленка у нас на сайте в блоге почитайте статью там какой-то и по моему это vision какая-то из пленок вот кодек с которой сняли сажу причем с нет как бы сажит как раз причина по которой пленку проявляет по процессу и цен 2 вот значит синистил смывает сажу причем смывает уже ну не первый год и настолько круто что нет ни царапок ни следов и все супер идеально и за счет этого пленку можно проявить по процессу обычному цветному то есть c41 вот поэтому синистил ценится на рынке своими как бы что всегда в ней все уверены поверьте мы пробовали снять сажевый слой и у нас появляется ну царапины да на пленке вот чем-то фишка тогда там допустим космофото но все понимают что это намотка скорее всего фомы но возможно они и там как-то специально подсветили что-то с ней сделали да и получилась другая пленка силбера силбер и даже в названии половины пленок уже вскрыто название пленок кодек там сельбера 52 кодек 52 да ну то есть понятно никто ничего нового не производит это ну слишком сложно слишком масштабно и представляете сколько денег это могло бы в принципе стоить то есть тот же револок делается на базе пленки кодек то тот же как же называется ломографе просто берется пленка кодек с ней что-то делается перепакуется наклеивается ломографе место кодек да и становится ломографе да с другим цветовым эффектом но по факту тот же кодек когда-то в изначальной стадии поверьте уж такая компания там как огромная ломографе могла бы уже миллион раз произвести пленку если бы могла ну как могла бы если бы могла что-то значит не так поэтому если вы приходите в любую лабораторию и они говорят это наши фирменная пленка нет это просто намотка с определенным результатом и как бы блин это глупо говорить что типа они произвели свою пленку нет так же как и мы повторюсь ничего не производим просто мы мотаем находим там и так далее и делаем тесты за счет этого мы можем дать наше название пленки и максимум что мы делаем это то есть вот у меня есть смотрите vision 800 m vision 800 t кстати vision 800 ты не выпускают я сделаю ну замотаю в катушку сделаю тест у меня будет исо может быть 800 а может быть не будет 800 может быть будет 400 потому что она потеряла в два раза а может быть будет 200 потому что она совсем просрочена эти две бобины от разных поставщиков которые получается два разных срока годности две разные страны два разных там рентгена ну то есть два разных типа хранения то есть один может ее в холодильнике держал другой может в морозилке а может быть один держал на солнце а другой держал там в холодильнике а может один держал в шкафу а другой в контейнере понимаете мы этого не знаем и никто этого не знает и поэтому вот совершенно две одинаковые пленки будут иметь совершенно две разные картинки поэтому а вот это будет называться там супер вандер фильм а вот это будет называться там Wonder Wonder 800. Ну, например, да? Тупо потому, что они совершенно разные. Я не имею права назвать их одинаковыми. Но я, например, могу не назвать их по названию 800T. Потому что, по факту, с учетом вот этих всех искажений, вот этих всех эффектов, что случились с пленкой за все вот это время, которое она где-то тусила, она уже на мой взгляд не имеет права называться 800T. Вот это самый важный момент, наверное, который стоит сказать. Поэтому я могу назвать как хочу. Потому что, ну, цвет совершенно меняется. Вот у нас есть, повторюсь, вот этот намотка Ландерфильм, мы выкладывали в Инстаграме, и мне люди писали это кодек такой-то? Я пишу нет. Он такой дальше. Это кодек такой-то может быть? Я такой нет. То есть, картинка уже настолько изменилась, что всем кажется, что это там, ну, там что-то не назовешь, это не то может быть, да? То есть, это на самом деле вообще фуджи была. А фуджи, кстати, намотку хер достанешь, скажу вам честно. Вот. То есть, искажение идет максимально, поэтому название можно менять. Нельзя сказать конкретно, что это за пленка. А вот когда это новая пленка, тогда да. Вот как-то примерно вот так я хотел вам это все преподнести, чтобы вы понимали, что это. Это прикольно, это дешево. Во-вторых, и очень важный момент, что снимая на вот эти просроченные пленки, ну, вы понимаете, что такого больше никогда не будет. это точечный результат. И рано или поздно вот эти просроченные кинопленки окончательно все скупят, и их уже нигде нельзя будет купить. То есть, вы сейчас застали эпоху, когда это реально в России, это можно использовать, можно снимать и получать классную картинку. Нигде в мире особо этим не промышляют. Есть, да, там кто-то где-то режет, но, например, в той же Англии проявка по ЕЦН-2 делается в одной единственной лаборатории, занимает в районе двух недель и стоит около тысячи рублей. Это просто, чтобы вы понимали. В России у нас уже в Москве такие лаборатории, которые без проблем тебе проявят там за два-три дня. То есть, может, ты пришел, они в этот день проявляют и проявили тебя вообще через час. А может быть, да, реально там проявили только что, ты уже принес, они такие, извини, ты стоешь в очередь, ждем, пока наберется пленок, да, и проявляют твое ЕЦН-2 там через три дня. То есть, это уже как повезет. Но средний срок три дня. Да, ты ждешь, ну, пленка это ожидание, это же круто в пленке, да, я не вижу смысла спешить и говорить, блин, блин, где же моя пленка, почему не проявили мне за час там или за два часа. Нет, ты спокойно ждешь и, ну, как бы, ожидание в этом весь кайф пленочной фотографии. Вот. И, кстати, о намотках, они будут, как видите, такие большие. Есть вот такие вот малышки, это ЧВ намотка. Здесь уже поменьше, здесь, видите, 30 с половиной метров, ну, значит, и пленки будет меньше намотано. Также о намотке немножко вы можете и в России купить фому в намотке, и на иностранных сайтах можете купить намотки новой пленки, которая производится, это почти всегда ЧБ, по обычному процессу ДС-76, и намотать это в домашних условиях. К сожалению, намотать в домашних условиях не очень легко, то есть вам нужны катушки, надо уметь это делать, там надо темную комнату и так далее, поэтому, конечно, ну, наверное, проще купить готовую, чем палец. Но если вы там суперкрутой фотограф и сами мотаете, я знаю много таких людей, то, конечно, это круто, это дешевле получается, чем есть. Вы плюс ко всему можете с бобины намотать 36 кадров, можете 24, можете 12, можете 5, просто как тесты, что угодно можете делать, в этом как бы заключается весь кайф. В общем, я попытался развеять небольшую вот эту вот историю, которая меня прям последнее время реально напрягала, что говорили, о, они произвели пленку. Нет, в общем, имейте это в виду, снимайте на пленку. Вот это все, что вы видите у меня на столе, будет намотано, где-то, может быть, в июне уже появится на сайте Вандерфото под разными названиями, так что снимайте на этот эксклюзив. С вами был Леонид Вандерфото. Пока. Ребята, не забывайте подписываться на наш инстаграм-канал. У нас там очень много интересного контента, выкладываем различные лайфхаки, а также каждый понедельник мы делимся снимками друг друга, чтобы каждый мог оценить вашу работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!